Музыка До начала первомайской демонстрации остаются считанные минуты. Сейчас на главной улице города царит небывалое оживление. Школьники и студенты, учителя и врачи, работники предприятий и сотрудники различных организаций города и района собираются здесь, чтобы по старой доброй традиции пройти стройной колонной в честь дня трудящихся. Майские праздники имеют древнюю историю. 3000 лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майи, покровительнице земли и плодородия. В честь нее последний месяц весны назвали Маем, а в его первый день устраивались гуляния и торжества. История праздника 1 мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 года. Тогда Конгресс 2-го интернационала принял судьбоносное решение – ежегодно праздновать всем мировым пролетариатам этот день. В память о героической борьбе американских рабочих в Чикаго за свои права. В советское время 1 мая, ставший практически государственным праздником, любили за солидарность с рабочими всего мира, за то, что вспоминали о прекрасных трудовых традициях, о тех, кто умел трудиться и ценить труд, о возможности общения на праздничных маевках. Люди всегда связывают приход весны с надеждами на обновление и лучшую жизнь. Нет сегодня человека, который бы не порадовался первомайскому солнцу, весеннему теплу, цветущим садам. Поздравляю всех жителей. Города и района, как раньше говорили, с международным днем солидарности трудящихся. С праздником всем счастья, здоровья, самое главное, конечно, здоровья, благополучия семейного. Главное, чтобы была дружба, чтобы солидарность была, чтобы люди друг друга как-то понимали, дружили, чтобы у нас не было ни войн, не было ни понимания. А самое главное, чтобы все народы между собой сплачивались. Я поздравляю всех жителей нашего района. Желаю, чтобы этот праздник 1 мая был чаще и чаще и никогда не прекращался. Счастья, здоровья, чтобы вы всегда были счастливыми, здоровыми, с праздником. Традиция отмечать 1 мая вот уже многие десятилетия остается неизменной в нашей стране. Весна, пробуждение природы символизирует надежду на лучшее будущее, которое невозможно без труда, без целенаправленных усилий. Славянцы умеют трудиться, неизменно добиваясь успехов во всех своих начинаниях. Дорогие земляки, тепло и сердечно поздравляю всех жителей города Славянска-на-Кубани и Славянского района с замечательным праздником весны и труда. Актуальность и необходимость этого праздника доказана самой жизнью. Каждый из нас стремится сделать счастливыми своих близких, добрым и теплым свой дом. А добиться этого можно только созидательным трудом. И в этом есть главный смысл 1 мая. Очень важно, что по инициативе трудовых коллективов возрождаются традиции первомайских шествий, которые демонстрируют солидарность трудящихся и готовность к новым трудовым свершениям. Особой гордостью нашего района всегда были трудовые достижения в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, нефтяной и транспортной отраслях, строительстве и энергетике, спортивные и творческие победы. Земляки, правительством страны сегодня взят курс на модернизацию, на переход к инновационной экономике, который сделает нашу страну успешной, изменит качество жизни и уровень жизни людей. В Славянском районе есть все ресурсы для достижения экономической стабильности, налаживания достойной и комфортной жизни. Дорогие друзья, сегодня Славянский район – один из самых стабильных и лучших муниципальных образований Краснодарского края. Во многих начинаниях мы с вами стали примером для других. Да, сделано немало, но предстоит сделать еще больше – модернизировать производство, преобразовать агропромышленный комплекс, освоить новые рынки сбыта продукции. Решить эти задачи мы сможем только вместе. Наша работа будет оцениваться только одним показателем – улучшения жизни наших земляков. Мы вместе, а значит нам это по плечу. Разрешите праздничную первомайскую демонстрацию трудящихся города Славянска-на-Кубани и Славянского района считать открытой. Пускай счастлив будет тот, кто труд своей жизни зовет, кто не жалея времени и сил преображает этот мир. Участников демонстрации в этот день приветствовали заместитель председателя законодательного собрания края Виктор Чернявский, депутат законодательного собрания Краснодарского края, генеральный директор ЗАО «Садгигант», герой труда Кубани Александр Клань, председатель Совета муниципального образования Славянский район Григорий Литовко, а также руководители правоохранительных структур, почетные жители Славянска-на-Кубани, ветераны войны и труда, славянцы, чьи имена занесены на доску почета. Праздничную демонстрацию открывает насторенная группа. Это право получили лучшие спортсмены Славянского района. Их имена уже позвалили нашу малую родину на спортивном олимпе, не только Кубани, но и всей этой страны. С нами Россия несет Павлов Евгений, кандидат в мастера спорта по расходному кризису, неоднократный серийный призер соревнований федерального уровня, победитель призер чемпионатов и первенств Краснодарцевых края, вглубь из состава сборной команды Краснодарского края. С нами Кубани на верность и безстороннейшего Владиславу. Владислав победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике, возрастной группы, 1998-го года рождения, и однократный победитель призер чемпионатов и первенств Краснодарского края. В первых рядах первомайской демонстрации к трибуну приближается празднично украшенная колонна, настоящая из членов общероссийского движения «Народный фронт». Благодаря созданному в 2011 году «Народному фронту», общественность получает возможность не просто быть услышанными, а самостоятельно участвовать в принятых ключевых решениях. Создали колонные активные участники движения «Районный совет ветеранов войны и труда», представители славянских районных отделений общества инвалидов, Российского союза ветеранов-опротестанта и локальных войн, Всероссийского общества «Обраны памятников истории и культуры», историко-просветительского общества «Мемориал». Поприветствуем этих людей, которые активно занимаются защитой прав и интересов земляков, участвуют в военно-патриотическом и правденном воспитании молодежи, участвуют в культурной жизни района, в колонии Народного фронта идут и члены справедливого местного отделения партии «Единая Россия». Отделение создано в 2012 июля 2013 года. По его издокам стояло всего 29 партийцев. Сегодня же в рядах партий чистится более 2000 человек. В первомайской праздничной колонии идут коллективы районных партийных организаций, коммунистические партии Российской Федерации, Либеральной демократической партии «Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко патриотов России». Все они активно участвуют в общественно-политической жизни района. Основной задачей партийцы считают обязательное участие в формировании органов исполнительной и представительной власти района и края из числа молодежи района. Слава землякам, жителям Славянского района! Ура! В праздничной демонстрации принимает участие колонна города Славянска на Кубани. Демонстрацию трудящихся представляют представители поселений Славянского района. Колонну города Славянска на Кубани возглавляет глава Синяковский Роман Тварович и председатель совета Ракуленко Андрей Георгиевич. Шесть лет открывают почетные граждане города, которые, примерно всей своей жизни высоким профессионализмом и самозаветным служением выбранному делу, навсегда вошли в ледопись выдающихся демен Славянска на Кубани. На театральной площади депутаты Славянского городского поселения, которые конструктивно выстраивают работу с администрацией города, представляя интересы земляков. Благодаря трудолюбию, ответственности, хозяйственных и славянцев мы живем в одном из развитых и перспективных городов Кубани. В семье единой живут и работают 64 тысячи горожан. В минувшем году зарегистрировано рождение 1370 счастливых малышей. Заключили в брачный союз более 1200 счастливых пар. А значит, у нашего города есть большое и счастливое будущее. Да здравствует любимый город! Слава тебе, Славянск на Кубани! Ура! Бесконечный полет души и множество ярких праздников дарят славянцам городские муниципальные учреждения культуры. В колонне заслуженные работники культуры Кубани Славянск на Кубани! Бесконечный полет души и множество ярких праздников. Славянск на Кубани! Славянск на Кубани! Славянск на Кубани! Бесконечный полет души и множество ярких праздников. Вакатно-инструментальный ансамбль «Шанс». Городской культуры существует уже более 50 лет и является городским культурным центром, где проводятся все массовые концертные и праздничные мероприятия, ведет работу по всем направлениям и со всеми возрастными категориями. Слава землякам, жителям Славянского района! На площадь выходит колонна Прикупанского сельского поселения. Оно является южными воротами Славянского района Прикупанцев. Одно из динамичной развивающихся и привлекательных территорий района. Глава поселения Безуглый Николай Степанович. Поселение удивляется большим вниманием развитию социальной инфраструктуры. Построен спортивный зал, спортивная площадка. В последние годы построено 13 километров газопроводом, что позволило дезинфицировать Кудар-Прикупанский и Прикупинский поселок номер 2. Построено 11,5 километров уличных газопроводов, завершающих строительство станции второго подъема. Дружными рядами в средствах поселениями района идут колонны воспитанников школ искусств города. Детями школы искусств имени Григория Федорович Парваренко, города Славянского купания, отмечают в этом году свой 50-ти летний юбилей. На первомашней демонстрации принимает участие около 500 учащихся. Преподаватели и работники в детской школе искусств. Сейчас в школе работает 80 человек. На 9 лет обучается более 9 тонн учащихся. В детской школе искусств успешно функционируют и можно набрать с собой подарки в детской школе коллектива. Оркестр...